Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хиджама лечит серьезные заболевания. Наш святой пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, что в хиджаме заключается большое лечение, когда кровь приливает к голове. Раньше, в старые времена, не было никакого оборудования и приборов, чтобы проверить давление. И Аллах, азаваджаля, дал эти знания нашему святому пророку, саллаху алейхи вассалям. А он, в свою очередь, сообщил нам об этом. Хиджама – это лучшее средство лечения для тех, у кого высокое давление. Время для совершения хиджамы во всем мире разное. Здесь время хиджамы начинается с цветением граната. Гранат сейчас цветет, слава Аллаху азаваджаля. Мы живем в северной части мира. Нижняя часть сейчас находится в осеннем периоде. Для людей, проживающих там, тоже лучше делать хиджаму весной. Однако, есть глупые люди, которые говорят, что нужно делать хиджаму каждый месяц. Это не так. Вы можете это делать не более двух раз в год. Нужно быть очень осторожным с кровяной системой человека. Аллах, Всемогущий и Великий, создал тело человека с учетом его размеров и пропорций. Кровь – это не вода, которую можно быстро восполнить в теле человека. Это нужно знать тому, кто делает хиджаму. Этот метод заключается не в прокачке крови. Это вам не насос, который вы ставите в колодец, чтобы качать воду. Хиджама делается не с этой целью. По старому методу, на тело ставят горячие банки, которые выводят из организма застойную, плохую кровь. Если эту процедуру делать часто, то выйдет и чистая кровь, и это неправильно. Хвала Всевышнему Аллаху, человек, который идет по пути, указанному Святым Пророком, не болеет болезнями. Конечно, мир, в котором мы живем, уже не тот, что был раньше. Неважно, чем вы занимаетесь, сейчас можно заразиться через что угодно – через воздух, воду или еду. Однажды римляне в качестве подарка прислали врача нашему Святому Пророку, Саллаху Алейхи Васалям. Из уважения к ним наш Пророк, Саллаху Алейхи Васалям, принял их подарок. Доктор рассчитывал, что больные начнут уже приходить на прием через день или два. И он ждал неделю, две недели, пару месяцев и в конце концов сказал, «Сколько я нахожусь здесь, никто за это время не обратился ко мне. Почему? Они не болеют, – ответил Святой Пророк, – потому что они знают, что они едят и что пьют, поэтому они не болеют. В наши же дни люди едят все, что находят. Как им проверить качество продуктов, которые они употребляют в пищу? И вообще, откуда они взялись? Поэтому сейчас так много болезней. Если люди будут следовать советам нашего Святого Пророка, Саллаху Алейхи Васалям, этих болезней не будет. Да поможет нам всем, Аллах Азаваджаля. Наш Святой Пророк, Саллаху Алейхи Васалям, сообщил нам о двух методах лечения. Один из них – это хиджама, а другой – прижигание. Я не думаю, что сейчас есть кто-то в мире, кто обладает этими знаниями. На теле человека есть точки, которые отвечают за определенные органы. Железный стержень нагревают и прижигают им эту точку, и больному становится легче, болезнь уходит. К сожалению, сейчас нет людей, которые имели бы такие знания. И осталось только хиджама. Если ее делать по сунне нашего Святого Пророка, Саллаху Алейхи Васалям, она принесет исцеление, иншаллах. И к тому же мы выполним сунну. Пусть Аллах даст нам исцеление, и пусть Он Пречистый и Святый примет его. В амин Аллахе от Талфик аль-Фатиха. Субтитры создавал DimaTorzok